О так называемой национализации украинских предприятий боевиками ДНР, ЛНР поговорим с исполнительным директором Международного фонда Блейзера Олегом Устенко. Он у нас на скайп-связи. Олег Леонидович, здравствуйте. Я перейду сразу к вопросу, к чему может привести захват боевиками предприятий на востоке Украины? Ну, последствия могут быть идти разнонаправленные. С одной стороны, последствия будут для Украины выражены в том, что, во-первых, у нас потенциально может резко снизиться наш ВВП. Во-вторых, у нас и снижение ВВП может составить, ну, скажем, на 3% пункта. Это означает, что, скажем, вместо тех 3%, которые Украина должна получить в рост экономическом на протяжении 2017 года, и что заложено в государственный бюджет, существуют серьезные риски, что мы покажем, скажем, нулеводорост. Смогут ли предприятия, которые захвачены боевиками, продолжать работу? Теоретически, да, но, с другой стороны, возможны несколько сценариев. Первый возможный сценарий – это то, что предприятия просто порежутся на металл, и на этом дело закончится. Второй возможный сценарий – то есть промышленности этих предприятий как таковых не будет. Второй возможный сценарий – это эти предприятия пытаются реализовывать свою продукцию на рынке третьих стран, что кажется маловероятным. Почему? Потому что вряд ли кто-то положит добровольно свою голову на плаху, потому что торгуясь с ними, с квази-государствами, придется взять на себя и риски, связанные с тем, что фактически ты оказываешься в ситуации, когда на тебя могут, на твою собственную страну могут наложить санкции, и вряд ли кто-то на это добровольно пойдет. Еще один возможный сценарий – это то, что продукция, произведенная на этих предприятиях, продается на территории Российской Федерации, и все было бы, в общем-то, неплохо, если бы в этом списке продукции, которые могут торговать, не было бы угля. Уголь в России, в принципе, это дешевле, чем уголь в Украине, и это прежде всего разница в себестоимости, связанная в условиях залегания угля. И вот эта разница означает то, что ты не можешь конкурировать на рынке, скажем, даже Российской Федерации, если цена на их продукцию гораздо ниже, чем цена на нашу продукцию, на произведенную на территории квази-государства, ДНР, ЛНР. Это означает, что кто-то должен тогда включиться в процесс твоей поддержки, поддержки этого предприятия. Этот кто-то, в принципе, всегда и везде был бы государством, и государство должно тогда выделить тебе дотацию для того, чтобы ты мог продолжать существовать. Но тут есть серьезная проблема. Российская Федерация не испытывает лучшие времена. Две возможности разрешения. Первая возможность разрешения сложившейся ситуации резать все, сдавать на металл и закрывать предприятия. Но тогда в краткосрочной перспективе они смогут на этом заработать. Вопрос, что делать дальше с высвободившейся армией безработных и вообще, что экономически делать для этих квазиформирований. И другая возможность для них пытаться договариваться с Украиной о том, чтобы, с одной стороны, блокада была снята, с другой стороны, чтобы как-то начать процесс, возможно, реинтеграции. Олег Леонидович, спасибо вам. У нас на скайп-связи был исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Кустенко. Субтитры создавал DimaTorzok